привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур со мной сегодня джек шепард как обычно мы продолжаем играть дэйзи находимся все там же где завершили предыдущую серию поздоровайся с людьми джек шепард всем привет друзья мы играем сегодня на сервере d8 он менее хардкорный как видите мы оба сразу переключились на веса третьего лица и чё куда пойдем джек шепард и у нас там вроде как сложил какой-то план давай попробуем пробраться блин я не знаю нам сначала найти какой-нибудь небольшой ангарчик где нет врагов но есть боеприпасы и здоровье так может мы с береговой линии уйдем куда-нибудь туда будут в лес ну вот пошли прямо сейчас наверх просто но подс пойдем и оттуда уже буду смотреть танцевать я вообще хочу все-таки в итоге добраться до березина который находится далеко-далеко километрах так наверно в 10 по берегу если идти ой чай карту нажал а там с березины я уже просто я там появлялся там рядом завод есть можно там найти всякие там винчестер лежит я бы его сейчас взял потому что у него патроны легче найти уже понял гораздо легче самый распространенный при этом пушка неплохая этот рюкзак я там знаю где лежит ну короче то если видеть серии мои смотрел по тоже представляешь ты где все находится около нас опилки вот туда бы я пошел а тут в этой части карта вообще не ориентируюсь ну да самое главное что нам восстановили здоровье вам не приходится смотреть на серые экраны на это было прикольно это хорошо по моему правда персонажи когда он появился не очень пожирать страшно хотели похожи персонажи пока мы представляем а если мы слушаем если мы оставим их допустим на неделю ничего с голоду поможет не знаю наверное нам повезло что мы их остали рядом с поганкой им этого хватило наверно да так ладно я короче кстати говоря в предыдущей серии вот у меня было три патрона теперь мне пять патронов каким-то магическим образом количество патронов у меня в снайперской винтовкой увеличилось хорошо да это хорошо а у меня один болт на арбалете и больше патронов никаких вообще нет те по крайней мере его поднимать мы уже приближены к реальным выживательным условиям то есть здесь теперь нам надо быть очень осторожными и пытаться реально выживать то есть любая ошибка уже будет фатальной как конце предыдущей серии да блин прикольный лес красивым гаром гулять да блин у меня рюкзак так очень мощный конечно маленький в сравнении с твоим то у тебя вообще он какой мне повезло я флай нашел в одной из нычек так вам тут уже можно бегать спокойно пока так куда мне делать канистра короче говоря пока у меня все этот трехомуде с каналом не пройдет я не знаю как будем их делить просто сразу с ним большим куском поэтому покажется сложно сказать короче как-то эти серии будут поделены там уже разберемся короче стопенец главное что поиграли мы будем надеяться что все так как можно быстрее закончится и сможешь дальше продолжить работу ну у тебя те же проблем так что я надеюсь что у нас а вот это быстро все решится проблем вообще youtube последние пару недель что-то для много кого плющит из моих знакомых что-то у них может закон там в америке кого не приняли фактически техподдержка не работает вообще плевать на пользу не знаю я туда написал мне сразу сказали что мол чувак с оси болт ничего тебя хорошего не ждет плане этого канала ну вот смотри вот я нашел как от сервера d4 и все равно тут нашлись русские люди которые будут в чате писать всяко так короче говоря мы поднялись на город от кругом туман внизу какой-то куда же нам дайте да и не хочу где-то он там берем там где-то я думаю этих сейчас получается да где-то там нам надо примерно в лев до лагать начал короче нам нужно как то что люди пишут господи как то нужно блин я не знаю давай вот да например куда ты идешь туда пойдем мы камышоу то прошли уже нет я не помню до прошли ой я по-моему мы вышли из него да и на пушечке короче блин тут как не важно вообще чат отключить я чтобы не отвлекаться так бы было бы хорошо просто взять вернуть его и все факт но однако нет такой возможности я бы еще дебаг монитор отключил но будем все таки полезной информации часто бывает кто-то писал что его можно уменьшить но в принципе если бы они вытянули его запросто можно уменьшить но я тогда его не увижу потому что я с полутора метров играю на большой диагонали там просто нифига не видно будет я и так с трудом вижу этот шрифт а так это делается заходишь в опции видео controls и здесь интерфейс ну короче что ты тут делаешь не знаю я не буду сейчас есть короче размер шифта уменьшаешь и все у тебя соответственно и чат уменьшается и дебаг монитор блин надо сделать кстати говоря прям сейчас нет таким общем сможет ты нашел где нет господи блин а да я посмотрел в общем не он сейчас пока не очень тоже мешает а вот интерфейс сайса находится офигеть так ладно этими короче позже займусь потому что она требовала рестарта рестарт нам сейчас не нужно где-то кстати я тебя потерял я вот я рядом с тобой так короче говоря а вот увидел ты у нас подлаги расчета я тебя вижу задержкой готовится тоже немножко подлаги ваши мне это не нравится секунд пять да на том предыдущем сервере у нас получше им все было да вот сейчас то у меня то вправо бежишь то влево то и от камня ну пока посмотрим если будет прям уж критично я думаем перезайдем куда-нибудь да нет тут так мелочи тем более сейчас я думаю попустят это не тот сервер на который мы заходили ру 8 что любил там вообще капец какой-то был на 1 серию на котором мы играли даже на норвежском от первого лица в одном из моментов когда тебя зомби бил у меня он просто стоял мне я не казалось что тихо палимся сейчас я смотрю все вижу вижу а по-моему в этот домик нельзя зайти не в один из этих домиков по-моему зайти нельзя так что давай просто мимо пройдем если ангар какой-нибудь увидим то тогда вот по моему там в самом-самый в самой дали ангар есть нет тут не ангар еще один домик я его сейчас разглядываю оптический прицел очень хорошо что даже американцы пишут что слишком много русских здесь но потому что блин что у нас в россии много народа играет до вообще удивительно я думал будет отсев тех кто в основном в пиратку играет так народ начал покупать массовом порядке армитаре я уже много раз говорил как и своим друзьям и вообще как бы то что если игра хорошие люди ну и людям с правильной стороны и показать то ее будут покупать независимости от того сколько она стоит факт есть такое дело понятно что сейчас многие жмутся заплатить там 700 рублей но блин сколько эмоции эта игра дарит причем положительных сколько 700 рублей конечно это дофига за модификацию но все равно так пойдем вверх по дороге в принципе ты платишь за полноценную игру на играть то ты будешь только модификацию я хочу наверх туда в глубь острова уйти и потому что там я думаю меньше народу ныкается и там мы сможем чем-то поживиться потому что я хочу себе найти калашников с коброй это было бы круто поставить у него наверное автоматический режим стрельбы или лучше полуавтоматику и ходить с ним там одного рожка на полгода хватило много на них будем находить патронов вообще не будем находить но там один рожок если его по одному патрону выстреливать его надолго хватит там же убойная сила не такая как на это снайпе свинтов там сразу валят и людей и ну да в принципе здесь если даже и пистолет срабатывает с отчеты на нем ну так то тут реализм вообще поэтому удивительно единственное макаров здесь конечно да нет нет я просто думал что как обычно делают зомби живучими чтобы там но не всегда с одного выстрела можно было убить голову здесь больше не зомби похоже а какие-то эти зараженные потому что они не только там мозг убиваются типа такого что-то короче такой не знаю куда нас эта дорога приведет да я кстати ни разу не видел чтобы карта была на этом о чем это я карта короче чтобы просто так лежала чтобы можно было найти постоянно она либо у кого-то кто-то кто ее уже нашел либо на трупах откуда же вообще берутся карты потому что все кого не спрашиваю они находили я совершенно не с понятия потому что они не одну еще не находил все эти карты они блин все кого я спрашиваю знакомых так или иначе находили на игра как-либо в палатках как я а чтобы вот так кто-то на поле нашел я не знаю ну явно где-то валяется просто так из воздуха не может типа там на какой-нибудь военной базе или в том же аэропорту здесь кстати даже есть этот замок где-то кстати надо было пока мы на берегу были водичку-то наполнить во фляжке ну я тебе говорил что у меня четыре фляжки было вот сейчас у меня три полностью наполнен наполнены фляжки водой так что я думаю но у меня одна пустая одна полная а тут у нас еще а тут у нас три бинта лежит одна вспышка и две консервы так что нормально в принципе припасов у нас достаточно у меня восемь и у меня пять да так что-то вроде валяющих есть у меня даже пистолет макарова есть если что но у меня тоже на блин найдем много патронов у меня даже магазин на пистолет макаров оказался в этом рюкзаке лежит так налево или направо амм блин я не знаю ну давай пошли прямо в принципе нам бы дальше туда да продвигаться а потом куда-то все равно в ту сторону идет к этому короче говоря мы примерно так идем срезаем именно даже не куда-то приближаемся именно вот если сюда в эту сторону да мне показалось это просто вот тут вот типа какой-то хибарки небольшой а я вижу вижу а может быть внутри что-то есть может быть внутри есть так давайте я прикрою так давай я оттуда выйду чтобы что видеть сразу да нет там нифига похоже что ладно а нет что-то есть в принципе если так надо будет где-то зомбаков почистить то я думаю мне надо будет вперед идти с арбалетом ооо ты посмотри что тут есть ооо так чур ножик мой не подожди блин тут столько всего патроны для моей линтовки похоже да так 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 я возьму еду потому что у меня нет еды вообще а это для лент охотничий нож охотничий нож а кстати серьезно возьми себе охотничий нож у меня будет арбалет беспалевный у тебя нож как рембо так охотничий нож куда тебе можно взять рожь им я думаю блин ну ладно все я взял им я думаю можно будет свяжу подожди сзади сзади еще припасы да я знаю сзади фляжка еще фляжка и для энфилда припасы ну энфилд у нас не у тебя не у меня нет бандаж но я возьму все равно мало ли найдем бандаж возьмешь хватает места а у меня и так их 8 штук ну ладно я еще возьму нет я взял уже ладно все доведем так короче у меня получается из-под воды пустую возьму кстати наполнишь потом да я взял короче ладно ну неплохой такой чем было неплохой домик такой так ну да дальше пошли кишеру о чем я как раз и говорил чтобы найти нычку какую-то где нет врагов нормально я единственно не пойму зачем мне вот этот вот инструмент для создания колючего колючего заграждения то есть wire fencing kit то есть я могу ну-ка вот смотри давай покажу так давай куда ее ставить вокруг себя сетку что ли колючим поставишь я думал ее типа на машину нет я уже делал как-то я ее выкладывал но сейчас что-то не знаю как возможно дорогу можно понятно нахрен разберешься ладно были бы здесь шипы в игре в лесочке так в засаде подсел да на дорогу выложил кто-нибудь едет на машине бандиты так есть есть вот именно вот эти вот шипы так и можно выкладывать да дорогу перегораживаешь и сидишь ждешь кого-нибудь когда людей насилили побольше машин уже будет побольше можно будет отрабатываться но я конечно отлично по моему пока не выучил как именно этим пользоваться но есть такая прикольная есть блин темнеет нет да нет по моему кто-то говорил что здесь время идет как ну типа в реальном времени минуту тут минуту в игре нет я в смысле не играет а то есть то что если я зашел допустим вечером то здесь вечер я зашел утром здесь утро понятно может быть ну мы сейчас на немецком сервере я не знаю сколько у них времени да блин мы по открытому полю в принципе нам бы сейчас с твоим ножом и моим арбалетом ночь и разгуляться бы на ней но чё то нам бы прибор ночного видения самое главное вот это было бы нормально да вспышек у нас по-моему много должно быть они здесь есть вроде как вообще эти приборы ночного видения так а куда мы попали а ну я когда туториал проходил там было обучение как пользоваться прибором ночного видения но я его не стал проходить потому как думаю что его здесь нет мне чё то кажется что мы сделали крюк большой и вернулись к тому месту как это там каменюка что ли где ты начинал каменка каменка вот смотри мы как раз туда идем мне говорили что если от каменки идти вглубь острова то мы ну там через поселочек и по дорогам пройдем во первых озеро найдем а во вторых аэро этот аэропорт короче ну давай веди тогда я думал мы вообще в другую сторону блин как без компаса без карта хренов идти еще камеру когда вертишь от третьего лица постоянно сбиваешься да шоу вообще да ну я примерно так блин здесь еще и этот ну да компаса нет это плох ну я вон смотрю туда на горизонт вижу что там как бы вода должна быть ну да я от этого отхожу короче по дороге идем куда-нибудь придем наверное да так ну-ка подожди что там мне показалось у нас за спиной движение какое-то было я думал ты грибочки нашел под елочкой да да вроде спокойно ну да если увидим движение сразу скажем друг другу и ложимся смотрим угу так ну че может и здесь сейчас вообще нельзя ошибаться да у нас неплохо так по вещам ты где вообще ты лежишь там в поле нет 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 я по дороге продвигаюсь рядом с дорогой а ты вперед убежал что ли уже пока я лежал да да а вон я тебя вижу все заметил тебя я просто аккуратненько тут за елочками прохожу блин или лодку найти бы я когда играл находил тут лодку то есть когда в самый первый раз играл вне бензина мало было но я успел доплыть не дырявая была она вся изрешеченная была тут похоже только такие лодки и есть вообще порешеченная мы идем к лесопилке видишь везде пеньки ну сейчас разберемся главное чтоб там что-нибудь было и вообще мы идем куда глаза глядят поэтому какая разница на лесопилке кстати лесорубы могут быть да замечены ясно делал они простые так что там у нас тут пока что ничего не видать одна природа и дорога вперед уходящая да как мне сказали кстати музыка она отвлекает и я думал что она как-то подскажет о том что о том что врагов много блин давайте я по этому музыку выключу вообще нафиг да я тоже немножко ее убавлю нет я ее вообще выключу чтобы эффект присутствия больше был так ну я вот очень тихо ее сделал так тут явно лесопилка да поганых до хрена здесь больше нету по хибарки я думаю хибарка он туда наверх где-то там наверху она на этой горке и на правую горку и на левую горку куда пойдем мне кажется налево нужно сходить но вообще нам придется направиться просто мы там сейчас посмотрим там может припасы какие есть да если зомби есть то сразу уходим даже не стреляем в них потому что у нас патронов вообще мало да и смысл если только один зомби тогда еще можно ну а кстати я вот хотел узнать если допустим за мной гонится зомби а я пробегаю залезаю на вышку какую-нибудь и жду на вышке а он вокруг будет внизу бегать а потом уйдет или будет ждать до победного хрен знает я в такие ситуации не попадал интересно как такую ситуацию будут обыгрывать скорее всего будет внизу тусить у него времени больше чем у тебя мне говорили что зомби ну где-то до пяти километров могут за тобой бежать аааа осторожно тут топчи тут исторический памятник понятно блин значит здесь где-нибудь есть ничь тихо-тихо-тихо а там мне ведь показалось или там большое здание стоит где-то гора ну-ка это что-то такое нет это гора да тут по моему одни деревья и гора да лес здесь очень хорошо кстати сделан лес здесь вообще офигенный особенно на очень высоких когда играешь он там всякие кразисы временами затыкают нет это похоже какая-то это крепость какая-то а смотри наверху там точнее крепость блин я не хочу туда идти аккуратненько давай проползем посмотрим поближе давай да подойдем просто осмотримся где-то кстати тебя потерял из видов я около нее все вижу вижу а я тебя не очень ты со снайперкой там просмотри где что я тебя прикрою офигеть крепость нашли офигеть скайрим как бы это да да скайрим все а кстати вход был как раз если бы там по дороге подниматься нет здесь маленький большой вход какой-то он как раз таки в лес глядывает и там я слышу что там есть кто-то я тебя потерял чувак где-то я около входа стою чуть чуть левее а стоп я вот куда-то наложусь мне пишут что здесь выжившие блоков а сидит где-то видишь меня я на середину полянки вышел да нет короче говоря подходи к этой крепости я тут сижу пока думаю что делать с одной стороны там наверняка что-нибудь хорошее есть много всяких ништяков блин да куда ты подевался ты же рядом со мной был ну вот я прямо у стены крепости сижу у стены прям да ты прямо к крепости подошел я то нет ой блин я наводил прицел мне где-то показали что ты лежишь все ты я сзади тебя все я увидел тебя да а я то там уже немного справа прошел и говорю увидел там лесенку то есть просто короче вот тут за углом ты не видишь там главный вход но там оттуда идут звуки вот этот главный вход я увидел мне показалось что ты туда дальше пробежал куда я пошел давай короче самое главное что здесь зомби иногда замечают сквозь стену поэтому прям к стенке не жмись да вот я об этом с того входа мы похоже не зайдем и вернее зайдем только но придется поубивать там всех да посмотрим что с этой стороны есть вот я здесь думал что на маленькое ответвление от крепости можно будет как-нибудь забраться что никого не беру говорит Лиззи зашел а нет вышел ух ты как ты перекувырнулся красиво так ладно ползем видишь кого кстати кто то по моему мне когда то писал а Blackheart пишет где вы товарищи Blackheart и RedLizzi и Smoky GP тоже знакомый только мы им не будем сейчас писать да в BattleFeed по моему нас сразу спалят нас сразу спалят вот кто то писал что в крепости обычно бандиты обитают то есть это их точка сбора ну вот в ту большую крепость я точно не хочу идти а вот сюда я там вижу одного вон внутри стоит уже да один через второго хрен через второго хрен через второго хрен я вижу что не буду блин давай попробуем оползти вот это здание с правой стороны ну а версия какая то у кого то ну это когда обновление выходит если ты на старый заходишь что у тебя начинает появляться черный экран и на нем надпись обновите такой то файл обновите такой то файл а у меня такого не было пока что ну сейчас сказали кстати на днях выпустят новое обновление да да 1.7 вроде бы да 1.7 или 1.75 травка так приминается она кстати по моему не поднимается потом да ну в течении какого то времени не знаю так я пожалуй возьму макаров в руки на случай если вдруг что то не хорошее случится но экономить надо а мне кажется посмотри на стену крепости или она расплывается как будто бы да 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 похоже здесь жарко есть такое дело воздух вибрирует блин мы сейчас точно на рвемся мы что совсем близко ползли вот поэтому отползаем аккуратненько вот здесь в принципе я думаю можно будет проверить ничего плохого тут нет если по лестнице я не слышу вот в этой крепости никого не слышу а там в той крепости по моему кто то есть я попробую слазить в эту крепость вот теперь я медленно ползу тут труп лежит в мешке как ты там говорил что значит труп в мешке мы говорили что это точка респауна это как в майнкрафте есть же такие ящички из которых появляются враги ага тут вроде как а кстати помнишь там на я не знаю находили палатку там было сейф написано может быть палатка тоже как точка респауна тихо тихо аккуратно вон прямо кстати говоря заметил что у тебя на экране такая светлая точка есть это показывает сколько врагов в самом краю экрана вот у меня я вижу что в этой крепости два врага поэтому тоже можно определять не вижу не вижу где какая точка короче такие светлые точечки блин ну короче это сложно объяснить со временем увидишь ползи наверх давай я тут нервничаю ну то есть когда прицеливаешься что ли нет не когда прицеливаешься а вот просто вот сейчас вот допустим не поворачивая туда посмотри на край экрана у тебя а здесь чисто с правой стороны здесь есть джек дэниелс и здесь раз два три четыре пять врагов кстати говоря где то здесь рядом с нами справа трое поблизости и двое где то вдалеке ну и хрен бы с ними здесь все пустое пустые банки так ну и все уходим тогда блин да столько нервов да здесь наверху ничего нету сейчас может быть что-нибудь в уголке лежит нет блин я думал здесь как бы внутрь можно зайти ну там где внутрь можно зайти там так а это что лежит да я вот смотрю так я че похоже сумка новая да но она по-моему меньше чем та которая у тебя посмотри по делениям сколько в нее влезет да мне сейчас не нужна сумка потому что я не хочу выкидывать свои вещи вставлять новые именно когда под носом у зомби здесь да поэтому не пофигу так ладно уходим тогда обратно на ту дорогу где мы были да 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 тем же самым путем как ты шли на другую горку так блин вот это я не знаю мне кажется что сейчас зрители просто затоив дыхание следят за всем этим это же офигительно это просто круто я сам играю затаив дыхание фух у меня аж блин это ах дыхание чуть не перебило так ну так страшно за свою жизнь в игре так круто же столько вещей я бы не хотел это потерять Я точно чего-нибудь расколочу, если я сейчас потеряю свой... Так, я опять тебя потерял, ты куда-то не туда, по-моему, пошёл. А вот, или я тебя увидел снова. Короче говоря, давай просто встретим всего того знака, исторический памятник, который находится там. А я прям за тобой бегу уже, все, я тебя нашёл. У меня есть арбалет, где он убивает снова выстрела. Ну ладно. Так, и куда вот эта дорога ведёт туда дальше, интересно. А вот интересно, да, вот туда налево, куда она ведёт. Ну, в общем, давай лучше сходим туда, на горочку. Ну, я думаю, посмотрим как. Оттуда уже дорога ведёт куда-то на равнины и там больше всякого. При целом, глянь, там ничего не видно, там, по-моему, уже эти столбики стоят. То есть перед населённым пунктом, как бы, колышки. Вдаль, если глянуть. Ну, столбики стоят, но это не факт, что там населённый пункт, потому что я вижу там кучу деревьев и всё. Ну ладно. В общем, я бегу по дорожке, обратно. Если я вижу. Кстати, преимущество у большого рюкзака, ну то есть одно из непреимуществ, то что он довольно-таки большой. Если я, допустим, прилягу, то у меня такой здоровый этот. Ну, в общем, да. Ну, я понял. Словним травы, а я буду вылазить. Палено немножко. Хотя он зелёного цвета, так что нормально. Тогда меняться. У нас, кстати, куртки одинаковые, по-моему, даже. Ну, в этот раз, да. В прошлый раз ты в светлый был. То есть, как заходишь на новый сервер, они переодеваются постоянно. Да, и почему-то мне все пишут, что мой персонаж им напоминает Хитмана. Ну, мой персонаж, по-моему, напоминает… Я даже не знаю, кого напоминает. Так, короче говоря, куда ведёт эта дорога? Да. Ну, вот если отсюда смотреть, то она ведёт куда-то… Блин, тут даже ничего не видно, куда она ведёт, она ведёт в туман. В туман куда-то уходит, да. Больше всего я удивлюсь, если мы сейчас зайдём в Silent Hill и обратно дороги не будет, пока мы не выполним 50 сайт-квестов. Ну да. Было бы печально. Камышово, кстати, недалеко от нас, а там что-то мяснина какая-то происходит, поэтому желательно бы туда не лезть. Ты что, куда-то полез и шарахаешься? Да. Это хорошо как раз. Ты правильно делаешь, потому что… Болюсь, у нас клиенты увидят. Я просто смотрю, что ты прям по дороге идёшь. Стоп. А… По-моему… Пинг начал тупить. Опять. Да не знаю ты где находишь сейчас. То есть ты у меня из виду исчез. Ну это, наверное, потому что я спрятался или уже в траве. А, я на перекрестке стою. То есть, блин, валюсь не по детски. Понятно. Я там в лесу. Вот я тебя вижу. Ну-ка, сделай QE, посмотрим на пинг, какая задержка. Делаешь? Делаю. Да. Ну-ка, вот смотри. Раз, два. Раз, два. И через сколько видишь? Ну ты один раз сделал и так стоишь в положении… Понятно, да? С пингом что-то неопределённость у нас какая-то. Ну ладно, пошли. По крайней мере, я тебя вижу уже неплохо. Так, а там чё такое? А, это камни. Я подумал, что кто-то лежит, насцелится. Это было бы печально. Я думаю, тогда бы ты не успел даже не сказать. Ну, мало ли, может, как этот… Многие же видят, что нас двое уже боятся атаковать. Потому что одного успеешь убить, второй тяга… В принципе, да. Как минимум, изранит. Даже из тех пукалок, что у нас. Да, но вдвоём-то здесь куда уже… Так… А, блин, это кустик. Вон там есть овца. Почему у него верхушка миленькая? Может быть, снимешь овцу, а я её разделаю, а потом свою стрелу заберёшь? Слушай, а точняк это… Я сначала думал, это кустика, это овца. У тебя же нож есть. Ну, мне нужно уже убитую ножом резать. А тебе нужно… Зарежь её, зарежь. Так она убежит, наверное. Ну ладно. Тебе нужно её арбалетом, наверное… Подожди, сейчас я убью её. Ну давай. Не ревну эту, не потерять стрелу было бы тупо. Готов? Да и рядом с ней, по-моему, стрела должна лежать. Но. Такая стрела её в мохт такая залетела. Так, забираем. Так, God Animal. Всё, я её разделываю. Прям как Red Dead Redemption. Отлично. Потом мясо зажарим. Пять кусков мяса. Блин, может здесь населённый пункт, а здесь как бы чистое поле. Так, подожди, где эти кустики мяса? Может они в сумке? Хрен знает. Или может с неё теперь брать надо как-то? А вот, четыре куска мяса. Ты один взял, что ли? Нет. А вот сейчас я вижу, что у неё есть четыре куска мяса. А где пятый? Ну ладно. У меня две флешки пустые лежат в этом. Я два взял, короче, ой, подожди, что-то у меня лаги страшные. Я нажимаю, а через секунд пять только оно берётся всё. Ты взял? Да, да. Я ничего не взял, я думаю, ты берёшь. Так, нет, я беру два, потому что у меня мест не так много. Сейчас посмотрим, подожди. А стоп, я... Каким-то местом я взял один. А магазин от KZ откуда тут? Это он у меня выпал, потому что я слишком много мяса брал. Ааа. Так, сейчас я, короче, открываю сумку, смотрю, что у меня там. Сюда один кусок мяса поместить. У меня теперь три куска мяса. Ну вот, пусть они у тебя и лежат там. Нет, я одно хочу убрать. Ли Энфилд, ты выронил. Потому что мне нужны магазины для Энфилда. Ну, бери тогда. Так, короче говоря, тут кусок мяса у меня есть один. Блин. Блин, давай-ка я одну эту выкину вообще. Слягу пустую. Две уж, я думаю, мне хватит. У тебя ещё три. Я вот тоже думаю одну пустую выкинуть. Освежевали. Хотя, с другой стороны, нафига нам сейчас мясо? Так, давай я возьму этот. Одну вспышку, которую ты выкинул. И один кусок мяса. Да у меня вообще что-то всё выкинуто. Хотя ладно, пофиг. У меня один кусок мяса только сойдёт нам пока. Блин, что-то я не то тварь. Один сервер уже перешёл на сервер, наверное, версию 1.5.7. Короче говоря, так, я забираю свою вспышку и беру ещё один кусок мяса. Теперь у меня будет два куска мяса. И один ещё будет... У меня один. Всё, короче, хватит. Здесь я ничего не просрал. Так, давайте ещё раз посмотрим. А то я что-то, блин, в этом инвентаре пока что путаюсь. Короче, у меня два куска мяса сырого. Теперь, если потрольную сумку надеть... Её убил неизвестно, и она умерла от неизвестной причины. Да, есть и такое. Короче, у меня... Слушай, я уже двух зверей так убил. Ты стрелку-то нашёл своё? Да, да. Перезаряди только встал. А, ты уже выдвигаешься. Мне-то ты стоишь. Всё-таки здесь с пингом есть проблема, и она немного мешает. Да, есть такое. Портит впечатление, когда ты катаешься по траве боком. Ну, это не так страшно, я думаю, чушь. Где вообще? А, вот. Я прям рядом с тобой же ушёл. Где-то? О, похоже, у нас серьёзные проблемы с пингом. Давай, короче, мы уже играем час десять. Полтора часа отыграем, закончим, и перейдём на другой сервер. Там ещё поиграем. Давай. Потому что, блин, чё-то это вообще как-то капец, а то. Ты реально боком опять бежишь, и это. Так, мы куда-то не туда с тобой идём. Мы идём к берегу. Но нам надо дальше туда по дороге бежать. А вот теперь ты туда бежишь. Я по дороге бежал всё время. Надеюсь, у меня хотят персонаж меньше выдыхаться будет, чем у тебя. Потому что у меня какой инвентарь. Небольшой. Сумка маленькая. Ну да. А мой уже потихонечку начинает ходить пить. И ещё меньше хочет есть. Ну чё, жратвы пока завались. Тем более ещё он. Овечку. Потронул бы, блин. Овечку ты ржачно убила. Она такая стоит, и стрела такая в мозг влетела. Она стоит. И стрела шатается. Она стоит, да. Ага. И потом упала там секунд через пять. Дерзкий овечка. Так, чё-то я там... А мне пофигу, я стою. Чё-то я тут каких-то населённых пунктов особо и не вижу. Так, я сбегаю вот сюда к кустикам около дороги. Вернее, это оградка. Я посмотрю, там внизу есть какие-нибудь, может, ангары. О, корова. Да сдалась тебе корова эта. Корова. Там внизу, короче, ничего нет. Чёрная корова. С одной стороны, хорошо, что лесом полем идём. И что здесь? Ну, блин, то, что нету никаких хибарок, в которых никого нет, но есть перепасы всякие, это плохо. Да, населённую местность бы мне уже найти. Вот, мы что-то нашли, кстати говоря. Вдалеке там. Я там вижу один ангар. Один ангар. Я забежал, я не вижу пока ничего. Там много всего. Ууу, да тут не только ангар. Куда мы пришли-то вообще? Чё-то страшно как-то туда идти мне. Ну, а кому не страшно? Но, блин, нужно как-то искать же. Иначе. Меня заметили зомби. Я бежал от них, они не отставали. Я решил лечь на пол, может, они бы меня и не заметили. Но это не помогло. Факт. Логика работает у наших людей, ведь? Да. А, кстати, там какой-то палаточный лагерь или что это за здание? Это рядом с синим фургончиком. Где? Синий фургончик, здесь дофига сарая всяких. На каком перекрёстке? Вот перекрёсток до дороги, ты левее смотри. Где я? Где я? А, ты помнишь, куда убегал? Так, ну я вижу. Кстати говоря, там может быть что-то и есть. Это хорошее, так и плохое. Вот я и говорю. А, кстати, эти синие фургончики, я уже три таких видел, но к ним не подбегал. А, они просто так на мебель стоят. Ты так, блин, безалаберно к ним подбегаешь? Может за ним стоит кто? Да нет, я же это, прислушиваюсь. То есть мало ли за ним кто стоит. Нет. Нету никого. Главное хоть и звук, а в шесть ты выйдешь. Так, вот это чё такое вообще? А, блин, это пустой домик, я думал. Да я с этими лагами уже не понимаю, опять где ты находишься. Дверь не открывается. Я предлагаю туда вон на опушку пробраться, там я послежу. Или лучше ты тут находись, а я оттуда послежу и если что замечу, то скажу. Хотя, в принципе, и отсюда неплохо видно. Особо далеко-то тоже не надо отходить, я думаю. Так, вот тут вот такой заманчивый сарайчик, возможно в нём что-то есть, но что-то я думаю, что вот он именно не откроется. Блин, почему здесь нельзя указывать напарнику куда ты смотришь? Ну, а как ты это себе представляешь вообще? Если бы показал, да, и у тебя бы... И у тебя, у меня, наверное, на... Опа! Вдали зомбаки на крыше стоят. Или это бандиты. Видишь? Ой, нафиг. Ложимся, ложимся. Увидел, нет? С какой стороны? А, чуть левее смотри и выше. Там кто-то стоит, и, по-моему, у них ружье в руках. Но я отсюда не увижу. Я вообще никого не вижу. Дальний сарай впереди в чёрных костюмах. Ну, вроде бы, не двигаются, наверное, зомби. Но чё зомби делают на крыше? Да-да, ты туда смотришь как раз. Пожалуйста, скажи мне, что это не люди. Я никого не вижу. Вообще никого. Ну, как так-то? Вот смотришь вперёд, да, заборчик. Так. Потом идёт, блин, пустая, короче, полянка какая-то, да? О. И впереди от неё дом тёмно-серого цвета. А за ним поменьше маленький такой. Там ещё этот джип военно стоит. И вот на крыше этого маленького дома два человека было. Сейчас там никого нет? Или два зомби. Вот сейчас у меня их тоже уже нету. А до этого стояли двое. Так что я думаю, что нам лучше нахрен свалить. Кстати, чё ты за населённый пункт? Посмотри на вторую вывеску, которая на заезд стоит. Это мста. Как-как? Мста. Мста? Стоп. Мста, мста. Я был в мсте вроде. Или мы были? Я не помню. Короче, я предлагаю уйти отсюда. Пошли в лес наверх туда. Тех двоих, которых я видел, мне они не нравятся. То есть, потом просто на видео увидишь, что я реально не псих и кого-то там видел. Ну ладно, ладно. Лучше перевздить, чем... Да. Я не хочу рисковать вообще сейчас. Тут, кстати, два грузовичка. Мы, блин, ещё палимся в синих штанах бегаем. Да ладно, у нас, главное, тёмное, это, в принципе, нормально так маскировка. Так, это чё, мне кажется, или тут, на самом деле, нормально рабочий грузовик? О, нет, он... Подожди, он рабочий вроде как? Тут уралы стоят, и они вроде как не настолько повреждён, то есть их, наверное, можно починить. Хотя, я не знаю, может, любые машины чинить можно. Урал бы мне не помешал. Урал бы мне не помешал. Какие грузовики видишь? А, ну вот, да, вот про эти два как раз я тебе и говорил, да-да-да. Там, куда ты делся? У меня по карте ты на месте идёшь. По карте? Остановись. Ну, то есть, не по карте, блин. Ой, кто там орёт, блин, я ж, я ж вздрогнул. Кто-то в чат парал. Так, его имя Койс, нажимаем, КП. КП говоришь? КП нажимаешь, да. Как его зовут? Койс. Так, Койс, Койс. Ой, блин, чё тут? Блин, дофига народ на сервере. Да тут дофига народ. Вот Койс. Ну, Койс, короче. А, и теперь чё? Мьют в правом углу. Мьют, окей. Так, всё, заткнули. Всё, увидел. Лаги вообще конфет какие. Сервер полный. Давай вот поднимемся куда-нибудь там повыше и перейдём. Я высмотрю в эти деревни. Я высмотрю в эту деревню, возможно, есть места куда можно зайти. Потому что, в основном, тут все домики такие, что в них не зайдёшь. А поживиться чем-то охота. Потому что двое впало. Её выпало. А два идёт. О, теперь все начали. Затыкать их начали. Короче говоря. Да. Мы уже на две серии, но я не знаю, насколько я буду делить сейчас с этим ограничением в 15 минут, которое, в принципе, скорее всего будет снято в ближайший день. Будем надеяться. Ну, то есть видео первое это выйдет у нас в четверг. Так что, я думаю. Ну, короче. Уже разрешится. Короче говоря, мы уже снимаем час пятнадцать. Да. О, подожди. Вон там может что-то хорошее быть. Ааа. Сейчас посмотрим. И, в принципе, ты с прекрасным записью. Да, я вижу там какой-то рюкзачок. Рюкзачок. Хорошо. Да. А там справа. Ой, слева. Осторожно. Блин, это Заяц. Я смотри туда. Ты пока смотри, что на этом есть. Я Заяц испугался. Дожили. Заяц бешено скачет поперек мне, короче. Поперек моей полосе движений. Ладно, я тогда кабана... Ой-ой-ой, не падай. Как у тебя, короче. Так просто с пистолета будь. Ай. А, у тебя вообще снайперка в руках. Мне говорили, что такой баг с пистолетом появляется, когда ты пытаешься захватывать. Ладно, этот раз вроде поднялся. Так, что у нас тут есть? Что там? У нас тут, так, пустая банка из-под соды, вспышка зеленая, М203, магазин для М9. Что такое М9? Ну и все? Без понятия, что такое М9. Ну возьми магазин, мало ли. Магазин я взял, вспышку взял. Да вспышку не надо, у нас есть. Но у меня еще есть место в карманчике. У меня две вспышки и плюс еще в рюкзаке. Сколько у меня вспышек в рюкзаке вообще? Две что ли тоже, да. Так, ну и все вроде. Я не знаю, тут какая-то... А нет, все, все нормально. Что-то ты как-то сильно наклонился у меня без смотреть. Прям вообще лицом в этот пол. Вот теперь спустился. Давай теперь посмотрим, что там. Аккуратно. Старошка какая-то что ли? Ой, блин, теперь я в чат кричал. Сейчас мне еще что-нибудь скажут. Вместо шифта он нажал на капот, да? Да. Так, ты где? А, понятно. Давай с двух сторон обойдем как раз. Да нет, там пуст, нифига не видно из-за него. Да, там пуст. И дверь закрыта, походу. Да. Блин, нафига дело такие домики, да? Что, может у этого домика остановимся? Давай тогда лучше обратно в лес зайдем. Потому что сейчас появимся, пока будем друг друга ждать. Нас какой-нибудь бандит снимет. Ты сам побежал в поле. Не, в лес, в лес, в лес. Все, пойдем. Вот здесь вот, среди кустиках. У меня ты в поле идешь. Честно говорю, вот. Короче говоря, возвращайся к этой... Нет, все, ты... Я вижу, вижу тебя. Видишь меня? Расскакиваю понтово. Угу. Все, давай, вот удобно. Понтово, чувак. Ну че, ладно, я выключаю запись. На этом серии прерывается тогда. Надеюсь, вам понравилось. С вами были Артур и Джек Шепард. Всего хорошего. Всем пока. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok